Погода в Петербурге выдалась в сентябре невероятно тёплой, но это не сравнить с климатом Турции. И я попутешествовала по Турции. И в этот раз побывала в области недалеко от города Мугла, на юго-западе Турции. Рядом находятся такие города, как Бодрум, Марморис, Фетхие, Дальян. Очень красивые живописные места. Также был у нас гид на экскурсии. Старалась все её рассказы разделять на 10 и больше смотреть, чем слушать. Очень я люблю путешествовать и смотреть, как живут просто обычные люди, какие у них дома, чем они занимаются. Очень много людей занимаются выращиванием своих овощей и фруктов, животноводством. И вот мы приехали в одно из красивейших мест. Это деревня Олю-Денис. И она известна своей голубой лагуной. Белоснежным песком. Вокруг этого красивого пляжа горы. Бесконечно голубое небо, в котором летают парашюты. Ну и я, конечно же, не упустила такую возможность и поплескалась в этой прекрасной, мягкой, солёной, прозрачной, ласковой воде. Белоснежным песком. И после того, как мы прекрасно провели время на красивейшем пляже, мы поехали дальше. Сейчас мы проехали город Фетхие и нам ещё ехать до назначенной точки 50 километров. Проезжаем и любуемся красивыми садами, деревьями и, конечно же, горы, горы, горы. И мы продвигаемся дальше по провинции Мугла. Как я уже сказала, от города Фетхие нужно проехать 50 километров. И там начнётся национальный парк Саклыкент, в котором находится каньон. И вот мы уже доехали. Вот здесь, в уютном местечке, мы перекусили, отдохнули, выпили чаю. Посозерцали на красивых гусей, посидели в прохладе. И затем выдвинулись к самому каньону. И вот мы подходим, вот по этому мостику мы прошли. Вот внизу кафе такое уютное, там очень прохладно. И здесь такой навесной мост, сам каньон. Проходим по этому мосту, там такая прекрасная прохлада. Это самый глубокий длинный каньон в Турции. Его длина составляет 18 километров. Это вот я стою такая счастливая. И высота 1000 метров. По этому каньону течёт дикая река Ешен. По всему пути идут красивые, крутые, завораживающие скалы. И зимой, и летом река движется здесь такой силой, что двигаться по ней просто невозможно. Но самые смелые за верёвку, по ледяной воде, конечно же, пошли. И не все 18 километров, но какой-то путь они прошли. И посмотрите, какая мощь у реки. Какая чистая ледяная вода. И прохлада здесь стоит, потому что скрыто от солнца, и от реки идёт ледяной. Такой воздух, мощная река. Вот здесь проплывала обувь, кто не уберёг, и оставался без обуви. Вот вы видите живописный водопад. Голубое-голубое небо. На улице около 35 жары. А здесь такая прохлада прекрасная. Вот ещё один водопад. И чистейшая ледяная вода. Люди ходили по этой воде, умывались, пили эту воду и просто наслаждались этой прохладой. Конечно, мощь этой реки впечатляет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После турецкого кофе и чая еду дальше. И в этой экскурсии больше всего меня поразило вот это место. Это древние руины античного города Тлос. Этот город находится также в провинции Мугла на высоком холме над долиной реки Ешен. Тлос был одним из шести главных городов Древней Ликии. Это государство располагалось в южной части Малой Азии. История древнего города очень запутанная. Известно, что основан он примерно в XIV веке до н.э. И, как говорят нам ученые, что Тлос был спортивной столицей. Также здесь сохранился стадион, который вмещал в себя около двух с половиной тысяч человек. Вот сейчас как раз мы его и видим. Дальше мы поднимаемся наверх. И вверху находится Акрополь и Некрополь. Сейчас вот видны нам гробницы в виде храмов, в виде домов. Там хоронили высоко, в горах, ближе к небу, самых богатых. Ну и, конечно, самых бедных хоронили пониже. И сейчас я подхожу поближе к гробницам. Конечно же, все разрушено, все разграблено. Здесь были похоронены очень богатые люди. Гробницы очень большие. И впечатляют. А дальше открывается вид на Нижний город, в котором находится стадион, баня, византийский храм и прекрасные горы. И вот я стою заворожённая, любуюсь этой красотой. И вот ещё открывается вид на гробницу в скале. Конечно, всё это впечатляет и завораживает. Все эти виды, все эти постройки. И о которых нам мало что известно. Ну, а это уже видно, что всё перестраивалось. Встраивались стены, вот колонны. Это моя первая экскурсия в такое место. Я очень довольна, что я начала именно с этого города. Он не такой масштабный, не такой большой, как, например, город Античный Эфес, в который также предлагалась экскурсия. Но мы выбрали эту экскурсию. Я ни капельки не жалею, что увидела всё своими глазами. Ну, и рядом с этими древними руинами находятся жилые постройки. Тут живут люди. И вот мы видим, растут гранаты. Тут же валяются руины. Тут же пасутся козы на этих руинах. Вот буквально под ногами мы идём. И здесь разбросаны камни с этого города. И вот жилой дом. Козочки. Очень красивое место, в котором много солнца, голубое небо, чистый воздух горный, много растительности. И в этом месте мы выпили свежевыжатый сок из апельсинов местных. И поехали обратно домой. В этой поездке я увидела много нового и получила массу впечатлений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok